что ж ребята всем привет мы с вами продолжаем собирать наше растение к конструктор лего по частям и переходим к изучению органов с тканей в этом занятии мы рассмотрим все про корень строения функции и видоизменения погнали для начала давайте подумаем какие есть органы высших растений помним что у нас есть ткани простые сложные простые которые одну функцию выполняют сложные несколько и вот органы тоже разделяются да что значит высших растений смотрите растение у нас есть высшие и низшие планировал это позже сказать низшие это те которые вообще не имеют ткани и органов к ним относятся водоросли а высшие имеют ткани и органы и так органы высших растений вегетативные и генеративные вегетативные это те которые обеспечивают жизнедеятельность растения то есть все кроме размножения генеративные это те которые обеспечивают размножение примерами вегетативных органов будет является корень побег побег у нас состоит из стебля листьев и почек соответственно стебель листья почка точки тоже будут вегетативным 7 цветок тот будут относиться к генеративным да иногда может встречаться еще термин репродуктивные органы это органы которые нужны для размножения то есть к ним можно отнести и вегетативные и генеративные почему потому что вегетативно тоже может размножаться растения и так корень корень что это у нас вообще такое корень это вегетативный осевой орган растения помним вегетативные органы то те которые обеспечивают жизнедеятельность но не размножение на корнях у нас никогда не будет образовываться генеративных органов и листьев какие функции выполняет корень можете остановить подумать сами прежде всего раз он у нас находится по подземной среде то есть почве будет поглощение воды всасывание воды и минеральных веществ это называется минеральное питание растений либо другому почвенное питание помимо этого он обеспечивает опору то есть он находится как фундамент такой который держит все растения вообще видели какие корни могут быть вообще очень большие то есть опором третья функция это проведение всасавшихся веществ действительно так мы посмотрим какая зона корни за это отвечает симбиоз корни могут вступать симбиоз клубниковыми бактериями и грибами то есть один что-то дает другому и другое что дает другому то есть такой взаимовыгодный обмен дальше иногда является органом вегетативного размножения то есть помощью корня тоже можно размножаться вегетативно вегетативно то есть частями растения помимо этого он может выполнять запасающие функции в нем могут откладываться какие-то вещества но это у многолетних растений кто живет не один год тем это нужно и я бы сюда добавила еще одну функцию втягивающая втягивающая означает что корень затягивает семя при прорастании почву то есть на семечку падает и корень и вот так тысяч тысяч заявки внутрь дальше виды корней какие у нас есть есть то есть это покажите не строение то виды корней первое главный корень главный корень нас развивается из-за реанимового корешка семени вот семечка сюда падает и тысяч тысяч тристает главный корень предаточные корни предаточные корни развиваются на подземных или collaborative частях побега то есть вот у нас придаточные корни они отходят от стебля и листьев и есть еще боковые которые возникают при боковом ветвлении то есть они развиваются на всех корнях давайте еще раз главное понятно он самый большой моего ничем не перепутаем дальше придаточные придаточные от стебля отходят и боковые боковые это все другие типа корней то есть это все корни которые отходят от каких-либо корней тавтология вот например это будет боковой корень это тоже боковой корень потому что он отходит от другого корня это тоже боковой корень и это боковой корень то есть боковые от любых других типов корней корневая система корневая система это все вместе корни растения корневая система может быть стержневой и мочковатой стержневая Это когда главный корень хорошо выражен, вот, мы его четко видим, например, здесь мы его четко видим, здесь четко видим, здесь тоже четко видим, вот, он тоже, ну, такой толстенький, но видим его хорошо. Стержневая корневая система образована в основном главным и боковыми корнями. Говорят, что стержневая у двудольных растений. А мочковатая хорошо выражены придаточные боковые, то есть вот, мы не видим здесь хорошо развитого главного корня, потому что он либо развит слабо либо вообще может отсутствовать в основном придаточные и боковые корни то есть такая мочка корней идем дальше строение корня у нас есть вот такие вот зоны корня 4 зоны зона деления роста всасывания проведения еще есть корневой чехлик это не зона это я еще конечно скажу скажу но сразу напишу и как вы думаете какая зона за что отвечает я думаю несложно догадаться смотрите зона деления логично что здесь клетки будут делиться поэтому функция увеличения количества клеток b зона роста логичному рост корня зона всасывания тут что-то думать если так то должно всасываться то есть здесь у нас будет всасывание воды и минеральных веществ и зона проведения зона проведения что-то проводит наверное да по названию тоже тоже вот проведение все супер логично давайте рассматривать и первое корневой чехлик корневой чехлик это не корень вне зона не зона корня то есть верхушка корня вот здесь вот покрыта корневым чехликом вот этим красненьким это живые клетки которые защищают верхушечную миристему корня то есть образовательную ткань его у паразитов некоторых водных растений этот чехлик может отсутствовать вот клетки здесь будут мелкие очень плотно прилегают для того чтобы защищать растения могут выделять слизь для того чтобы корень лучше скользил внутрь и защищать соответственно сразу запоминаем не зона очень важно ребят дальше пошли уже по зонам первое зона деления вот она зона деления которую собственно защищает корневой чехлик здесь клетки постоянно делятся 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 то есть это образовательная ткань часть этих клеток уходит в корневой чехлик часть зону роста дальше ну и функция соответственно увеличение количества клеток дальше зона роста или зона растяжения и по-другому вот она у нас здесь здесь клетки просто растут вытягиваться то есть там они образовались здесь они растут функция рост в длину все тоже логично следующая зона зона всасывания здесь клетки ризодермы помним имеют выросты выросты корневые волоски называются корневые волоски через них всасываются из почвы вода и минеральные вещества и благодаря вот этим вот корневым волоскам поверхность всасывания увеличивается в десятки раз в 10 может быть больше то есть чем больше площадь тем больше мы всасем поэтому это выгодно растению функция здесь будет всасывание воды и минеральных веществ вот они корневые волоски помним что образуют эти корневые волоски покровная ткань и корневой волосок это не клетка это вырост просто клетки тоже важно дальше зона проведения зона проведения и зона ветвления называется иногда вот здесь она находится на самой верхушке здесь происходит образование боковых корней и также уже транспорт веществ в стебель и из стебля то есть все логично чехлик защищает дальше клетки здесь образуются новые здесь они растягиваются здесь всасываются какие-то вещества а здесь они проводятся вверх вот и все вот и все зоны корня ну и конечно же корень у нас растет блин у за счет работы верхушечной образовательной ткани то есть вот здесь вот наша зона деления образовательная ткань а в толщину за счет работы камби а помним камби это образовательная ткань боковая поглощение корнями воды минеральных солей корень активно все это поглощает происходит это всеми зонами корня но наиболее активно конечно же идет зоне всасывания нельзя не зря она зона всасывания у нас из корневых волосков вода и минеральной соли попадают в кору корня а затем из нее уже в ксилем и по которой осуществляется дальнейший транспорт в стебель существует два пути поступления воды минеральных веществ через клеточные стенки это называется по а по пласту то есть вот мы видим клеточные стенки вот так вот так она пошла либо по симпласту через живое содержимое клеток по вот этим вот канальцем помню что у нас есть плазмодезма через который может все поступать помните я говорила термин симпласт единое вот это целое это два пути поступления как поступает вода и почему она всасывается мы чуть чуть позже обсудим на физиологии растений не забываем конечно же что корень у нас дышит как и все живое корень поглощает кислород и уделяет углекислый газ в процессе своего дыхания это можно подтвердить таким вот опытом мы берем пробирку туда помещаем корень дальше закрываем эту пробирку затем корень убираем и помещаем сюда горячую спичку горячую она через некоторое время потухнет и не будет светить почему так потому что для того чтобы поддерживать горение ей нужен кислород а так как корень там надышал выделил углекислый газ и взял себе весь кислородик кислорода нет все спичка потухает виды изменения корней какие у нас есть тоже очень важная тема первое корнеплоды корнеплод это орган в образовании которого участвует нижняя часть стебля будет нижняя часть стебля и главный корень вот у нас наш главный корень так происходит например у морковки репы редиса основная функция корнеплода это запасание питательных веществ то есть он такой толстенький все что у нас толстенькая как правило запас веществ дальше корни клубни или корневые шишки их по-другому называют это утолщение придаточных корней опять-таки такие толстенькие для того чтобы запасать вещества так у ботата георгина частяка тоже присасывающиеся корни присасывающиеся корни или корни присоски или корни прицепки или цепляющиеся это все синонимы находятся они в воздушной среде и они к чему-то логично присасываются они например вот как у плюща видели как он закручивается вокруг какой-то опоры то есть функция здесь будет закрепление растения на вертикальной какой-то плоскости как у плюща дальше бактериальные клубеньки вот так вот они выглядят страшновато немножко это такие утолщения на корнях внутри находятся бактерии зачем они нужны эти бактерии переводят азот из атмосферы потому что растения сами не могут этот азот улавливать вещества которые усваиваются растениям растения взамен то есть бактерии же нам хорошо делают давайте бактериям сделаем тоже что-то хорошо растение взамен дает органические вещества этим бактериям то есть это симбиоз симбиоз взаимовыгодное сотрудничество функция насыщения растения минеральным азотом пример горох и другие бобовые воздушные корни образуются у растений эпифитов которые вот так вот висят например орхидеи эти корни свободно висят в воздухе и поглощают воды минеральные вещества которые попадают на них в виде росы либо дожда и на их поверхности формируется такая особая ткань называется виламин дыхательные корни хорошо развиты у растений которые обитают на болотах то есть им нужно как-то дышать на болотах мало чем дышать есть вот поэтому они вот так вот поднимаются и дышат так например у болотного кипариса следующая микориза микориза это симбиоз тоже взаимовыгодное сотрудничество корней деревьев с гифами грибов функция смотрите гриб отдает растению воду и минеральные вещества растение так как она фотосинтезирует и образует процессе фотосинтеза органические вещества ему не жалко в принципе этими органическими веществами поделиться с грибом который фотосинтезировать не умеет например осина и подосиновик следующие виды изменения это корни подпорки или их по-другому называют столбовидные корни это придаточные корни которые образуются на горизонтальных ветках дерева то есть у нас вот так вот растет ветка и вот здесь вот такие вот корни которые как бы подпирают ее функция придают опору поддерживают ствол так например у баньяна фикуса есть корни присоски которые как правило у растений паразитов они высасывают воду и минеральные вещества у хозяина своего то есть хотя ему плохо растению хорошо поэтому это пример паразитизма вот и все собственно сейчас мы с вами обсудили корень его функции строения и виды изменения для изменения ребята очень важны поэтому запомните их запомните примеры обязательно и на следующем занятии мы с вами поговорим о побеге у его строение узнаем формулу побега о его виды изменениях что ж жду вас на следующем занятии а